МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире заявление Национального собрания Западной Армении. Тема дня с Грекором Амирзаяном. Армяне Тигранакерта отпраздновали Рождество. Вынужденные переселенцы из Арцаха могут заполнить заявление на получение пособия в связи с рождением ребенка в Восточной Армении. Невеста известного турецкого писателя Азиза Нессина признает Арцах армянским. Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Санкт-Петербурге. Землетрясение в Мараше. Отчуждение исторической армянской идентичности арцахского города Гадрут и создание новой азербайджанской идентичности. Национальное собрание Западной Армении приглашает на встречу в ЗУМ. Тема встречи – пожелания парламента Западной Армении на 2024 год. Встреча пройдет 28 декабря 2023 года в 19.00 по французскому времени и в 22.00 по ириванскому времени на армянском, английском и французских языках. Принимайте участие на встрече в ЗУМ по указанной ссылке. Депутат Национального собрания Западной Армении 3-го созыва Грикор Амирзаян сообщает в своем микроблоге. По случаю Рождества Папа Франциск в своем выступлении также упомянул Армению и Азербайджан. Пусть приблизится день окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. Пусть это поощряется гуманитарными инициативами, возвращением перемещенных лиц в свои дома на законных основаниях, безопасных условиях, а также с взаимным уважением к религиозным традициям каждой общины говорится в послании Папы Франциска. С подробностями можно ознакомиться на нашем YouTube-канале Вестер Армения ТВ. Действующая в древней столице Армении Тегра-Накерти 1700-летняя церковь Сурб Аст-Аццим была построена на месте храма Анаид как армянская церковь. Сейчас она действует как ассирийская церковь, где была отслужена рождественская литургия. В литургии приняли участие армяне Тегра-Накерта и последователи Ассирийской халдейской церкви. Согласно источнику, по причине закрытия своих церквей армяне отпраздновали Рождество в Ассирийской церкви. После церемонии, длившиеся 2,5 часа, было организовано угощение. Священник поприветствовал участвовавших в литургии армян и халдеев, отметив, наши армянские и халдейские братья также приняли участие в литургии, поскольку их церкви в настоящее время закрыты. Получающие пособия в связи с рождением ребенка в Арцахе смогут подать заявление на получение пособий в Восточной Армении. Министерство труда и социальных дел сообщает, что заявки принимаются онлайн. Система уведомит вас об одобрении или отклонении заявки с помощью соответствующего сообщения, появляющегося на экране. Чтобы подать заявление на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет, а также заявление для получения денежной помощи в связи с рождением 3 и каждого последующего новорожденного ребенка, необходимо выбрать соответствующие окна, далее заполнить необходимые данные, выполнив указанные действия. Для пособия по материнству вы можете обратиться в любой территориальный центр единой социальной службы. В случае возникновения трудностей при подаче заявления позвоните по номеру 114 или обратитесь в любой территориальный центр единой социальной службы. Невестка известного турецкого писателя Азиза Нессина Хилал Нессин несколько месяцев назад опубликовала в социальных сетях пост, в котором раскритиковала агрессивную политику Баку в отношении нападения на армянский Арцах. Об этом, согласно Акункнет, сообщают турецкие СМИ. Согласно источнику, турецкие СМИ также возмутил недавний пост Хилала Нессина, в котором он раскритиковал турецких солдат с ультра-националистическим знаком серые волки. Хилал Нессин, в частности, написала, это солдаты или представители молодежного крыла партии националистического движения. Турецкая пресса напоминает, несколько месяцев назад, предположительно, во время последней войны в Арцахе, Хилал Нессин не признал, что Арцах является территорией Баку, а подчеркнул, что Баку захватил его, в частности, написав, мы зрители этого захвата. Тогда Хилал Нессин также выразила боль за армян, погибших в результате политики Баку. Глава Баку Ильхам Алиев и премьер-министр восточной Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Это первая личная встреча Алиева и Пашиняна после военных действий и деарменизации в Арцахе 2023 года. Лидеры Восточной Армении и Баку находятся в России по приглашению президента Владимира Путина для участия в неофициальной встрече глав государств участников СНГ. Алиев присоединился к коллегам во время экскурсии по царскому селу. Войдя в зал, он поприветствовал главу Кремля, обняв его, после чего поздоровывался в том числе с Пашиняном. Однако официальной информации о возможных контактах или переговорах лидерах двух стран ни Ереван, ни Баку не сообщают. Ранее пресс-секретарь Кремля, касаясь этого вопроса, сообщил, в рамках неформального саммита все могут общаться, но планов на двустороннюю встречу нет. Попытается ли после пятимесячного перерыва принимающая сторона организовать переговоры Пашиняна и Алиева в северной столице России, неясно. Политолог Тигран Григориан затрудняется сказать, как Москва, периодически приглашающая стороны на встречи, воспользуется случаем. В любом случае, по оценке политолога, и Ереван, и Баку не склонны обсуждать мирный договор на российской площадке. Армянская сторона не отдает предпочтение этой платформе, а Азербайджан пытается перевести процесс в двусторонний формат. В Мараше зафиксировано землетрясение магнедуты 3 и 5. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласно сообщению опубликованного в социальной сети ИКС, подземные толчки были зафиксированы в районе Бетлис. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,46 км. Напомним, что 6 февраля 2023 года в 5.17 в Мараше произошло землетрясение, вызвавшее разрушение в нескольких городах. Еще два сильных землетрясения были зафиксированы в 14.24 и в 14.36 по ереванскому времени. Сила подземных толчков в эпицентре составила от 10 до 11 баллов. В результате землетрясения пострадали более 50 тысяч человек. После оккупации арцахского города Гадрут еще в 2021 году правительство Баку получило задание разработать новый план города Гадрут. План его реконструкции, восстановления исторической части города, то есть программу искажения. Первоначальный план был утвержден еще в 2021 году и отправлен на доработку, после чего уже весной 2023 года он считался готовым. Согласно проекту, утвержденному в 2023 году, историческое ядро города и памятники также должны быть восстановлены, что должно было способствовать развитию культурной и туристической жизни освобожденного города Гадрут. Программу также включил проект по реставрации городской церкви Сурб-Арутюн. Согласно вывеске, размещенной правительством Азербайджана, перед реконструкцией планируется провести раскопки вокруг церкви, а затем отреставрировать ее, создав на этом месте музей, представляющий культуру Агванка в Кавказе. Что касается восстановления исторической части Гадрута, отметим, Та же азербайджанская сторона еще в боях за город в октябре 2020 года и особенно после оккупации города подожгла исторический центр города с домами 19 века, что очень хорошо видно на фотографиях и видео, сделанных азербайджанскими военными, на которых историческая часть города задымлена и разрушена. Та же азербайджанская сторона во время учений после оккупации города использовала в качестве мишени здание научного музея Артура Макричана в Гадруте, которое подорвало. Судьба музейных экспонатов после оккупации города неизвестно. Любые действия, направленные на подрыв истории города Гадрут, подлинности и целостности церквей, существующих в регионе, запрещены международными законами об охране наследия. Попытка представить город Гадрут как азербайджанский нарушает право на культуру с 48 населенных пунктов вокруг Гадрутского района с населением более 13 тысяч человек, которые были насильственно лишены своей культурной и творческой жизни. Права, связанные с культурным наследием, являются неотъемлемой частью права на участие в культурной жизни, определенного во всеобщей декларации прав человека к культурное наследие для общества, статья 1 Конвенции ФАРО. И каждый человек индивидуально или коллективно имеет право пользоваться культурным наследием и вносить свой вклад в его обогащение. А также обязан уважать культурное наследие других как свое собственное. Культурное наследие для общества, Конвенция ФАРО, статья 4. В этом контексте очевидно, что Баку, уничтожив, присвоив культурное наследие целого общества, лишив его права жить и творить в соответствии с его собственной идентичностью, теперь хочет закрепить акт присвоения на государственном и международном уровне, нарушая права армянского общества на доступ к культурному фонду, установленной также статьей 27 Всеобщей декларации прав человека. Отчуждение армянской идентичности исторического города Гадрут, который также был важным центром армянской культуры, явно нарушает фундаментальные принципы историчности, аутентичности и целостности города, которые вытекают из Нарского документа о подлинности культурных ценностей и наследия, принятого в Японии в 1994 году, а также и Камус в 2017 году, согласно документу, приняту в Нью-Делли. В документе о соблюдении принципов подлинности отмечается, в случае конфликта культурных ценностей требуется признание легитимности культурных ценностей. И в завершение новостей послушаем коммитас Тонника Проджект Шушики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА